Игнатих Иванович, молитесь. 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 Игнатих Иванович. Игнатих Иванович, молитесь. 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 Который сотворил знамения его и суды его. Вы семя Авраамова, рабы его, сына Иакова, избраны его. Он Господь Бог наш, по всей земле и суды его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал тысячу родов. Который завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил ту Иакову в закон и Израилю в завет вечный. Говоря, тебе дам землю ханаанскую, в отдел наследия вашего. Когда их было еще мало числов, очень мало, и они были пришельцами в ней. И переходили от народа к народу, из царства финному племени. Никому не позволял обижать их и возбранял о них царя. Не прикасайтесь с помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, железо вошла душа его. Да коли исполнило слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владеть народов, и освободил его. Поставил его господином на дома своим, и правителем над всем владением своим. Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Яков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его, и ухищрение против рабов его. Послал Моисея раба своего, а Аарона, который избрал. Они показали между ними слова знамения его, и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму, и сделал мрак, и не воспротивляясь слову его. Приложил воду их в кровь, и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, снипы во все пределы их. Вместо дождя послал Неград палящий огонь на землю их. И побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы бесчисла. И сели всю траву на земле их, и сели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их. И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шестью их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покровь им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое, к Аврааму, рабу своему. И вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье. И дал им земли народов, и они наследовали труды на племенных, чтобы соблюдали уставы его, и хранили законы его. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Много милостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотився, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати, ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизречен в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки, если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмеется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела правдущих меня, но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть он отвечает, пусть он оправдает меня, пусть он осадил от меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что торт меня Твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрев матери моей, спороби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-борстителе. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне обрести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедным у души и тела, прости мне все, чем оскорбил Тебе во все дни моей жизни. Если я чем согрешу прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил у меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Ладыщица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые, и худные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. И избавь меня от многих убительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благоценен от всех родов, и Твое предчестное имя славится. Вовеки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословен Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, якородилайся и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Честнага Животворящего Креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победы на сопротивное дару и Твое сохраняй Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил от самого духовного родителей и сродника благодетелей, митрополитов Марка Николая, епископов Агапангела, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея, и Глебу не дай погибнуть, диаконав Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Деодора, митрополита Тихона, Илариона, и весь священниче, скино, скичин, и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священника, рожденного свыше, благовестника и места для занятий, как тебе угодно, Господи. Смири власти воинств, их наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся, и преобразуя сердца в духовное, коснись их, Владимир, Михаил и Жозепа Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, даруй мира Израилу, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи, этого смытья на Алексея украти, и все их сообщество развей, покажи ту бездну, куда не заблекают людей. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в этот день, которого никогда не было во Вселенной, сохрани нас от всякого рода зла и греха, от нарушения твоих святых заповедей. Прибудь с нами, Господи, и от непосильных искушений просим избави. Путешествующих, Раиса, Луа, Виктора, благослови. И найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава тебе, Христе Божий наш! Посети, Господи, болящих, дай силу безропотно перенести страдания и большим усиления Кирилла, Сергея, Алексея, Антони, Са Геннадия, Надежду, Ольгу, Александру, Нианилу, Ирину, Людмилу, Маргариту. Слава тебе, Христе Божий наш! Слава тебе! Возри на угрозы врагов, на все пакости, творимые ими, на потоке лжи, изливаемые из них сердец. Земля да поглотит эту нечисть, а им не дай погибнуть, и в судный день не помяни их безумия. Когда нет покаяния, быть может, похулили и Духа Святого, восставая на все живое, святое проповедь. И благослови благодетели наших, воздаем добру всей жизни и будущей, Лену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталья, Надежду, Надежду, Юрия Эдуарда. И помоги нам издать трехтомник Нового Завета с блаженным перфилактом толкования. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Боже, все это может оказаться спасительным, полезным для нашей бессмертной души. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. И наши сокровища в интернете сохрани, их администрацию благослови, расположи к нам. И благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила, обратите Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Самого, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание Суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канона Церкви как на истину. Аллилуйя. И в вечности воздай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастанием в Тебе. Мария, Исипана, Александра, Михаила и Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас, с молитвами Твоими святыми и покроем оформу любви от всего, что не славит Господа. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истинную Христову веру, дабы не верили лжепророкам. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе, воздай милостью всем, кто строил эти жилища, где мы находимся, храмы, где мы молимся, находя такое утешение в Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Ибо нет человека на земле, который уже не согрешил. Мы просим всякое согрешение вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Иоанн Хреститель, притеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому дару доброе жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Так примет Господь молитвы твои о нас, о живности нашей, облегчающей наше пребывание в этой доле печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Иерусей, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ну и Иосиф, Патриархи, Езра, Ниемя, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид Нафан, Данил Вотрохи, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то нашу отшествие не засталось с неготовыми, но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы и серафимы, все небесные силы престолу Божия предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, святые евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн, дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Космай, Адамиян, Андрей, Тротилат и Ирун, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Венемий Иосиф, Борис и Глеб, Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на челу или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающих людей, что будто бы какими-то изобретениями медицины можно избавиться от грядущих казней. Все это дьявольский обман. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, боины, и восстанет брат на брата народа, народа царства на царстве, и третья часть земли будет сожженная, и столько же населения погибнет. И ты сказал, что сие всему надлежит быть. Господи, благослови изъятых из домов, призванных на фронт, Никиту, Александра, Максима, и готовых быть там, призываемых Иоанна и Георгия. Не допусти, чтобы они стали убийцами, возврати их в мире неповрежденности. Помоги им, Господи, смириться пред Тобою, получить рождение свыше, быть смятильниками в темном месте, и находящихся в тюрьме, в психиатрических темницах, верующих в Тебя. Освободи их, Сергея, Илью, и неведомых нам страдальцев. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз, Афанасий Великий и Прямсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Карелий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим Саровский, Ян Тоборский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридоновский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысел Ретикова сектанта прозруши, разбей и вничтож преврати. Ибо вне церкви нет спасения и покаяния за гробом нет. Молите Бога о нас, святежены и девы, Щеха Первомущенца, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сапии, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Плескила и Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохранить от всяческого поругания и насилия, исправ непокоримость Галины, семейства ее, Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории, Иоанна. Господи, прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед присолом благодати Твоей. Боже, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих и Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас греши. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы молимся о незаповедавших, отверзли им дверь покаяния. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. Если кто новенький есть и не знают еще наш порядок, то после моления у нас считается новый завет с толкованием блаженного фефилакта. И вот это поприще помогает нам пройти, слышать и исполнить, чтобы сестры Капелина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. А не попеременно. Завтра у нас встречи не будет, в воскресенье идем в храм. А сегодня, сестры, ваше время. Господи, Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать твои слова и понять их и исполнить волю твою. Послание филиппийцам апостола Павла, 1 глава, 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли, то или смертью». Толкование блаженного фефилакта. Уверенностью апостол называет твердую и непоколебимую надежду, которая выражается всем положением головы и уверенным взором. И так говорит, «Я твердо надеюсь, что буду спасен». Под спасением же нужно разуметь освобождение от жестокости нейрона. Как я, избег первой опасности, так же точно избегну и нынешней. Здесь же он научает, чтобы мы не полагались исключительно на молитвы других, но и сами нечто привносили, как и сам Павел причиной всех благ поставляет свою уверенность. Ибо и пророк говорит, «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя» Псалом 32, 22. «И в другом месте, кто верил Господу и был постыжен» Сираха 2, 10. «И сам Павел говорит, надежда не постыжает» Римлянам 5, 5. «То есть не в жизни, потому что проповедую Евангелие, не в смерти, так как враги не победят. А если бы они и умертвили меня, то и тогда откроется для меня еще более непостыдная слава». Но это им не удастся. Они, говорит, думали, что посредством своих козней ввергнут меня в опасности и смерть. Но не удастся им это их усердное старание. Напротив, при всяком дерзновении, то есть явно и непреложно, возвеличится Христос в теле моем. То есть пока я живу и ношу это тело, ибо я не умираю. А чтобы кто-нибудь не сказал, что же, если ты, Павел, умрешь, то Христос, конечно, не возвеличится, он прибавляет, что и смертью моею он возвеличится, поскольку он сделал меня сильнее самой смерти. Но и теперь он пока прославляется жизнью, ибо он ее даровал мне, избавил меня от опасности. О смерти же он говорит не потому, что он в скором времени должен умереть, но если это случится, чтобы они не смущались этим, ибо они сильно любили его. 21 стих. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретений. То есть я живу новой жизнью, и Христос для меня все, и дух, и жизнь, и свет. Под жизнью, разумеется, во-первых, естественная жизнь, ибо им мы, говорит апостол, живем и движемся. Деяние 17, 28. Разумеется, затем жизнь во греха, так, когда говорит, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Римлянам 6, 2. Разумеется, наконец, вечная жизнь или жизнь во Христе. Наше жительство, говорит, на небесах, филиппийцам 3, 20. Здесь Павел, конечно, отвергает неестественную, но греховную жизнь, то есть преданную греховной прелести. Он исповедует, что Христос для него жизнь, как и в другом месте, говорит, живу веру в Сына Божие, Галатам 2, 20. Говорит, что смерть для него приобретение, потому что тогда, говорит, более явно с ним соединюсь. Поэтому доставят мне приобретение те, которые стараются изъять меня из жизни в этом мире, так как они приведут меня ко Христу, который есть моя жизнь. 20. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Толкование. Чтобы ты не подумал, что апостол порицает настоящую жизнь, то говорит, если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то есть, хотя я и сказал, что смерть есть приобретение для меня, то как то, так как и жизнь во плоти не бесполезна для меня, так как я приношу плоды, научая и просвещая всех, то поэтому я не знаю, что избрать. Здесь таким образом заграждаются у ста еретиков, которые порицают настоящую жизнь. Если она доставляет нам плоды, то значит, она не есть зло. Поэтому причина зла не сама жизнь, но воля тех, которые дурно ею пользуются. Открывая как бы некоторую тайну, апостол показывает, что он сам господин жизни и смерти, потому что есть и пожелаю, говорит, просить всего у Бога, он окажет мне эту милость. Отсюда вы, говорит, должны получить утешение, что если я и умру, то не по злобе врагов, а по устроению Божию. С 23 по 24 стих. Вречет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться воплоти нужнее для вас. Толкование. Говорит это с той целью, чтобы приготовить их мужественно, перенести его предстоящую смерть. Зачем, вам скорбеть о моей смерти? Я желаю этого, и это для меня лучше, потому что дает мне возможность быть со Христом. Поэтому вам не следует скорбеть, но с другой стороны и оставаться воплоти еще более нужно для вашей пользы, потому что ищу не своего, но вашего. Влечет меня то и другое, то есть я нахожусь в затрудительном положении и не знаю, что предпочесть, однако признаю более необходимым продолжением жизни быть для вас полезным. С чем после всего можно сравнить высокую душу Павла? Соединению со Христом он предпочитал пользу другим, и чтобы полнее усвоить себя Христу, отлагал соединение с ним. 25 стих. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере. Толкование. Так как говорит, необходимо мне остаться воплоти, то я несомненно и с полной уверенностью знаю, что останусь, то есть буду жить, и не просто, но с вами, то есть буду видеть вас. Для чего же? Для того, чтобы вы возросли в вере, то есть чтобы утвердились и укрепились как в учении, так и в жизни. Этот успех составляет истинную радость и для вас, и для меня. Здесь же апостол и устрашает их, как бы так говоря, смотрите, ради вас я отложил единение со Христом. Итак, не сделайте напрасным и тщетным мое пребывание воплоти. Итак, что же, ради одних филиппийцев он остался? Не ради их одних, а говорит так по великой заботливости о них и побуждая их в большей трезвенности. Двадцать шестой стих. Дабы похвала вашего Христа Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Толкование. Так как он выше сказал, что он останется ради их успеха, то показывает теперь, что и он из этого извлекает некоторую пользу. Именно больше через них свое прославление тем, что они благодаря его пришествию к ним более преуспеют. Но что же, пришел ли он к ним? Это неизвестно и составляет предмет спора. Двадцать седьмой стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Толкование Только того от вас требую, чтобы вы успевали в добродетели. Тот живет достойно благовествования, кто отрекся самого себя, взял крест и последовал Христу. Говорит это не потому, что он изменил свое желание и как будто уже не намерен прийти к ним. Но если бы, говорит, как-нибудь случайно и не пришел я, то могу и отсутствие радоваться вашей жизни по Евангелию. Поэтому вы не падайте духом, если я не приду, но бодрствуйте, так как я непременно узнаю, как вы будете вести себя в одном и том же даре единомысля. Ибо таким только образом единомысленные имеют как бы одну душу, то есть когда в них живет единый дух. Подвязаясь единодушно за веру, то есть помогая друг другу в борьбе за веру. 28 стих. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога толкование. Не говорю, пишет, просто, не колеблитесь, но и не страшитесь, то есть не смущайтесь ничем, хотя бы вам угрожали опасностью или пугали смертью, ибо они ничего не могут сделать, только угрожать, до того они слабы. Когда они увидят, что все их бесчисленные ухищрения не в состоянии устрашить вас, то не будут ли считать это явным доказательством того, что дела их погибнут, а ваши останутся твердыми и нерушимыми, и в то же время спасительными. 29 стих. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Толкование. Называя страдания за Христа даром, Павел делает филиппийцам два следующих наставления. Во-первых, чтобы они не стыдились и не падали духом во время страданий. Во-вторых, чтобы не гордились, потому что все это говорит от Бога. Он и добродетель называет даром. Говорит так не потому, чтобы он не признавал свободной воли, но с тем, чтобы научить их думать о себе скромно, потому что без Бога мы ничего не можем делать. Быть может, этот дар больше дара воскрешения мертвых, потому что там я должник, здесь же имею должником Христа. О чудо! мне даруют и через это самое остается мне должен. Тридцатый стиль. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Толкование. Показывает, что они борются из-за того же и терпят то же, что и он. А это свидетельствует о великой добродетели. Вы, имеете во мне образец, потому что знаете, что я переносил страдания на ваши глаза, когда действительно был наказан и брошен в темницу. Вы и теперь даже слышите об этом. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, слави сами Божественного Евангелия Твоего, и злей благодать Твою в сердце мое ко истреблению страстей и грехов моих, и даруй мне силу ко исправлению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. У нас еще это не окончание.